Как приятно в начале учебного года перебирать свежие тетрадки, рисовать новыми карандашами и заполнять яркий дневник. Это помнит каждый школьник, бывший и настоящий. Но некоторые семьи не в состоянии обеспечить такую простую радость ребенку. Чтобы дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, не чувствовали себя обделенными, в Наринмаре стартовала благотворительная акция «Помоги собраться в школу». Действительно, на сегодняшний день есть семьи, в которых воспитываются дети, семьи малообеспеченные, семьи в трудной жизненной ситуации. Поэтому вот такая необходимость, она у нас есть ежегодная. Потому что понятно, чтобы ребенок успешно учился, его нужно, в общем-то, обеспечить всем необходимым. Уже обеспечивают. Несмотря на то, что начало акции было объявлено 9 августа, с первых дней неравнодушные граждане стали приносить вещи. Ребятишкам, которым требуется помощь, необходимо практически всё. Канцелярские товары, письменные принадлежности, тетради, наборы для детского творчества, школьная форма, портфели, спортивная одежда. Эти предметы для успешной учебы ждут не только маленькие жители Наринмара, но и ученики сельских поселений. Заявления поступили уже из поселка Красного, из поселка Нальминоз. То есть мы охватываем ещё и сельскую территорию. В общем-то, да, акция носит заявительный характер. Но прежде всего, вот нам обратились специалисты отделения помощи семье и детям. Они осуществляют патронаж этих семей. Это всё будет доставлено по назначению. Всё пересчитывается, то есть ведётся особый учёт. И с приглашением специалистов отделения помощи семье и детям, детям-волонтёров, то есть это всё будет распределяться по школьным таким наборам и по действительно особой нуждаемости. И ещё обязательно учитывая возраст школьников. Внести свой вклад в портфель каждого нуждающегося ученика могут не только жители округа, но и предприятия и организации. Канцелярские и другие школьные принадлежности будут приниматься до 31 августа. По адресу город Наринмар, улица Рабочая, дом 17А, здание комплексного центра социального обслуживания.